Привет! Представьте, вы закисли в судже и не знаете, чем заняться. Тут единственное, чем можно заняться, довольно веселое, это, мне кажется, бухать. Тут все бухают, потому что скучно. Но мы постараемся найти какое-нибудь интересное место, чтобы вам показать и заодно оградить себя от возлияния алкогольных. В городе не так много мест замечательных. Одним местом, таким довольно замечательным, считается музей наш. Я не знаю, насколько он замечательный, хороший или плох. Но я был однажды там в детстве, когда привозили экспонатов каких-то, знаете, типа уродцев. Но было неплохо. Сейчас, насколько я знаю, этот музей находится совершенно в другом месте, в другом здании. И я не знаю, работает ли он. Если он работает, мы сейчас туда сходим, узнаем, как там, что там и вам покажем. Давайте. Я, наверное, не буду вам сейчас сильно много тут записывать, потому что мы уже записывали и здесь, ну, все уже вы видели. Поэтому мы сейчас быстренько попадем в музей. И, наверное, скоростью мы вообще покинем этот прекрасный город. Потому что здесь, как я уже повторюсь, нам нечего записывать. Субтитры сделал DimaTorzok Насколько мне известно стало, наш музей теперь находится вот в этом здании. Выставочный зал написано, видите, вот там. Сейчас мы увеличим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, я слабо в этом разбираюсь. А раньше я ещё... А сколько такой стоит, как вы думаете, примерно? Ну, круто. Музыка знакома, конечно. А откуда? С фильмов? Танцы у них там были, по-моему. А из какого? Не со встречи вменить нельзя. Ну, классно. Там прям не... Смотрите. Это новые, как это называется? Игулочки. С 4, да? Да. И вот он так вот играет, может играть... Да, да, да. Без аккумулятора, без ничего, правильно? Какой аккумулятор? Ну, разве что, если мою руку можно считать в качестве аккумулятора, то да, пожалуй. Изобретение шикарное, конечно. Ну, стоит у вас так, если честно, очень опасно. Я шёл, даже зацепил его чуть-чуть. Ну, просто у нас видится сейчас не в таком. Угу. Ну, просто класс. Вот это, конечно, такое. Класс, да? Угу. Класс. Я бы хотел себе такую. Кстати сказать, есть такая легенда... Да. Это настроение в зуб поднимает. Это шипение. Добавляют эффект такого лампового. Шипение должно быть? Да, конечно. Вот смотрите. После каждой такого вот проигрывания, обязательно... Как раз, она останавливалась. Обязательно надо было менять иголочку. Потому что она, пока она вот... Она стиралась немножко. И, знаете, ну, вот один из моих знакомых, хороших, даже больше скажу, это был первый директор нашего Суджанского краеведческого музея, Алексей Никитич Зиболов. Он рассказывал... Он был ветераном реки Отечественной войны. Он рассказывал, что после того, как, значит, победили Германию, естественно, везли оттуда все, что могли. Ну, с Германией. Да, с Германией. И один, говорит Суджанин, привез с собой всего лишь две коробочки. Одна коробочка, в которой были иголки для того, чтобы шить швейный иголок. А вторая коробочка, это коробочка вот с такими иголками для патефона. И, как Алексей Никитич говорил, и тогда он имел здесь все, все, что только можно. Потому что после того, как Суджа была 16 месяцев под оккупацией, вы, наверное, это слышали, знаете, здесь было разрушено 101 здание. Представьте, на такой вот маленький наш город, он практически лежал в руинах. И людям очень хотелось веселья, танцев, и хорошо, особенно женщинам, одеться. А не в тень материи было найти очень сложно. И тогда шили себе платья и блузки из парашютного шелка, которой как раз достаточно много было. Но чтобы шить, его уже надо чем-то шить, соответственно, иголок тоже. Представьте себе, столько времени войны, ничего не работало, иголок тоже практически не было. И вот этот человек, который привез всего лишь с собой две коробочки иголок. Одни швейные, вторые патефонные. В Судже на это поменяли все. То есть он имел там и материал, и, возможно, картины. Ну, все, что хотел. Спасибо еще раз вам за рассказ. За рассказ интересный. Спасибо. Спасибо. Как выглядели Суджане в начале 20 века. Вот как раз посадил их вот так вот. Это не просто вечеринка или что, это художественная рассадка такая. И сфотографировал. Представляете, какая прекрасная фотография получилась. Вот какие франты у нас. Что здесь видите? Это конопляная. Вот этим лоточком, ну, я боюсь даже сказать, скорее всего, они конца 19 века. Вот. Вот это такая стиральная машина. Так, дорогие Суджане, я вам настоятельно рекомендую посетить хотя бы вот этот музей, который сейчас есть не музей, а выставочный зал. Потому что, честно сказать, это довольно интересно. Вам расскажут, покажут многое про Суджу. А сейчас я хочу вам что анонсировать. 16 мая в Судже произойдет такая интересная вещь, как ночь в музее. Музей наконец-то откроется на своем прежнем месте. Это будет вот там. И замечательный экскурсовет и коллектив этого музея с удовольствием вам покажет и расскажет полностью все, что происходило и как бы было интересного в нашем маленьком городе. Поэтому я советую сейчас вам прийти сюда, потому что это реально интересно и билет стоит всего-навсего 40 рублей. Это вот здесь находится место. А потом обязательно, когда откроется музей, 16 мая будет ночь в музее и обязательно прийти в то здание музея и насладиться его замечательной историей. И заодно замечательной историей нашего замечательного города Суджи. А сейчас мы, наверное, сходим в еще одно место под названием кинотеатр и узнаем, что же, как бы, что там интересного показывает и можно ли сходить в наш Суджанский кинотеатр в данный момент. Сейчас мы вам покажем, где он находится. Кинотеатр находится в этом месте реально очень близко. Он находится вот тут. Видите? Вот он. Вот он, кинотеатр Дружба. Довольно неплохое место, реально. Я в нем, в этом помещении кинотеатра, в самом кинотеатре, коротал очень много времени в детстве, потому что у меня не было в детстве телевизора. А здесь постоянно, каждый день показывали всяческие фильмы и собиралась огромная толпа людей, детей, у которых так же, как у меня, не было телевизора. Вот так выглядит кинотеатр снаружи. Сейчас мы зайдем внутрь и, может быть, может быть, мы посмотрим какой-нибудь фильм. Вход только в маске. Понедельник, вторник, выходной день. Маска, конечно, моя. Просто вообще, смотри на мою маску. О, фак. Не, ну в этой маске точно петлять нельзя никуда. Почему такая разница? Не знаю. Вот. Документы и махину я вас санкетскую. Понятно? Да, конечно. Классный анекдот. Я вспомнил. Да ты что? Интересный собеседник, я знаю. Хороший. Ой. Ну если я вот так сделаю, допустим. Вот так. Мм? Тип опасный. Это Олег. Он постоянно в кадре мелькает. У меня постоянно есть он. Глянь, что здесь? Пойдем посмотрим. Смотрите, как стало мило. В моем детстве здесь этого не было. В моем детстве здесь было печальнее. Я помню, здесь стояли деревянные стулья и, а интересно, остались ли те фотографии всяческих актеров, которые висели в моем детстве на этом стенде? Нет. Видите, не осталось. Здесь теперь висят другие картинки. А я помню, здесь висели лица, ну, похожие на эти, а может это и те же, но не похожи. Так. Не хочешь кино? Не знаю. Не знаю. А что сейчас можно посмотреть? А где тут вообще список? Давай спросим. Здравствуйте. А что сейчас можно посмотреть? Какие фильмы? А, ого, ого. Все, большое спасибо. Вот это можно сейчас посмотреть. Вот такая цена. Пальма 2D, Гензель, Пальма, Пальма, Пара. Это мультики, я так понял. Ну, можно сходить. Три билета тогда на завтра, на вечер, на раю. Ну-ка, если есть, раю. Наверное, 9, 10, 11. Шестой ряд, да? Блин. Вот эти. 9, 10, 11. Смотрите. Четыреста. Вот. Вот. Мы купили три билетика замечательные. И всего-навсего по 140 рублей. Это дешево. Вы можете посмотреть, насладиться прекрасным фильмом, который сейчас идет в мировом прокате в нашем маленьком городе. Я считаю, этот отдых, он намного интереснее, чем идти куда-либо, допустим, как я в начале этого видео говорил, в какую-то прохладу там, допустим, или еще куда-то. И уподобляться до свинского, скотского визга какого-нибудь. Ходите вот в такие места, как кинотеатр, музей, какой-то еще отдых придумываете себе. Ни в коем случае не бухайте, люди, суджане. Еще мы хотели бы найти в Суджи довольно какие-нибудь интересные, недорогие места, где можно было бы перекусить. И спросив в нашем городском сообществе, барахолка город Суджи, где же можно посетить, поесть недорого комплексный обед, нам рекомендовали не так много мест. Первое место это замечательные, которые, ну замечательные и не замечательные, я не знаю, я их обеды еще ни разу не ел. Это вот такое заведение, вот такое, называется Пицца и Роллы. Если кто-то помнит, я недавно записывал видео на тему доставок. И эта доставка заняла последнее место, потому что, ну, все есть видео, там никаких предвзятых отношений, ничего нет. Такое, какое взяло, такое взяло. Теперь есть еще одно заведение под названием Мотыльки. Находятся эти мотыльки, как я понял, вот тут. Но что-то там закрыта дверь, но мы сейчас на нее дойдем, увидим, узнаем. Так, эта движуха исчезла отсюда. Смотрите, после прогулки по большим городам мы с Полиной начали замечать, что у нас очень интересная архитектура. Посмотрите, какое интересное здание находится в центре города. Этому зданию, я думаю, очень много лет. И меня поражают вот эти вот, видите, какие маленькие колонны, выточенные из кирпича красного. Это довольно очень красиво и мило выглядит. Я бы хотел бы, наверное, жить в чем-то подобном. Я вам потом покажу свой дом. Я, на самом деле, в чем-то подобном и живу. Еще, я помню, вот на этом месте прекрасном находилось однажды место, где нон-стоп 24 на 7 продавали пойло. Бухло. Она была похожа вот на это маленькое заведение под названием «Русский квас». Стоял большой такой теремок. Если я найду, я вам обязательно покажу. И вы сможете увидеть. Ребята, вам кофе не рано пить? Не, нормально. И вот, был здесь раньше теремок, который просто всем постоянно продавал синьку. И это было отвратительно оконченное место, которое, я не буду спорить, выручало меня по синьке не раз. Они могли дать тебе в долг. Ну, короче, мерзкое заведение. И теперь на месте этого мерзкого заведения возвели вот такое замечательное место для деток. Чтобы они могли, видите, шкериться вот там и уже хотя бы не пиво пить, а кофе. Уже намного интереснее. Поначалу, я помню, здесь было место огражено. И некий предприниматель, поставив то же самое, зарабатывал с этого деньги. Его, я так понял, подвинули. И на этом месте разогретом устроили бесплатный парк маленьких таких аттракционов для детей. Плохо это? Нет, конечно, не плохо. Это очень круто. Я очень рад. А в моем детстве, знаете, что здесь было? Здесь был такой паровоз, который нужно было толкать огромный. Я не уверен, что я, конечно же, найду эти фотки и здесь, где сейчас стоит вот эта конструкция, на которую я навел зум, здесь было колесо обозрения. Вот такое. Оно было не сильно большое, но оно было, я помню, прекрасно. Ну, в принципе, видите, остался только загон дискотечный, который раньше тоже был наполнен разными, как вы видите, развлечениями для детей. Но эти развлечения все стоили денег. Чтобы сюда забраться, нужно было платить деньги. И наше, не знаю, наше, как это, правительство, не правительство нашего города, наша администрация, она открыла вот такой замечательный парк. И теперь все, кто пытался заработать на этом денег, видите, не зарабатывает на этом деньги и обанкротился. Ну, такие дела. А дети наши, ваши, наши, ваши прекрасно могут отдыхать вот на такой замечательной площадке, которая есть, я вам скажу честно, я думаю, не в каждом городе точно. И стоит это все довольно больших финансовых вложений. И посмотрите еще, как на самом деле, я не хочу сейчас прямо тут целовать Суджу во все ее места. Ну, посмотрите, здесь как красиво. Просто обратите внимание, как это все симпатично выглядит. Парк этот с огромными соснами или елями. Я когда в Москве гулял, я вам показывал, что очень мало таких деревьев в этом городе. А здесь, смотрите, просто на каждые три метра есть вот такое дерево. И наш, между прочим, замечательный тоже исторический туалет. Правда, он не совсем исторический. Раньше здесь было другое здание, такое более, как бы сказать, сортирного типа. А это больше похоже на какую-то точку что-то. Да вот, просто покрасили, а до этого здесь было именно другое вообще здание. Так, очередное здание замечательное, где можно провести время без алкоголя и навестить его. Если у вас отключили свет и нет интернета, просто, мне кажется, это здание будет лучшим в этом случае. Давайте зайдем, спросим, как происходит получение книг в аренду и как вообще внутри этого помещения выглядит убранство помещения. Это вот, вот так проходить. Библиотека, ну да, бесспорно, библиотека это информационно-развлекательный и познавательный центр. Тут не поспорить. Вот так, хоп, пошли. Настя скажет, я одену. Вот так выглядит. Такой, знаете, запах библиотеки прямо. Книг бумаги, о, что-то запах бумаги. Серьезный прям запах бумаги. Уход без маски запрещен. Ну да, если вот так. Блин, у тебя точно нет маски? Угу. Ну пошли, ладно, дурак отключим. Вот маски, а еще так. Здрасьте. Мы просто, если честно, гуляем. Можно мы пройдем? Можно, можно. Спасибо. Вы хотели здесь посидеть? Просто не так, пройтись на секунду. Как вообще, что интересного тут в городе. Ага. Мы буквально секунду пройдем и сразу же выйдем. Хорошо, хорошо. Пойдите, смотрите, мы сюда интересуем вас. Ну да. Вот у нас выставки. Смотрите. Угу. Прикольно тут. Можете посидеть, погреться. Да мы не загреться, мы так реально посмотреть, как происходит в библиотеке. Как они живут в наше время интернета. Да? Угу. Нет. Очень поражение. Я вижу, вижу очень, какая красивая тут. Уютно. Да, очень. Здорово даже. Смотрите. Огромная, да, в принципе, ну как база, база книг для города. Да, для города нормально книги пополняются. Нам район в том году выделил деньги, хотя небольшие какая-то, но все равно выделил. Ничего, кое-что купили. Не, очень замечательно. Я думал как-то, знаете, библиотека тут вообще, мне кажется, не прочесть все книги. Ну и читатели у нас. Даже сегодня вот такая вот библиотная порода, но все равно были читатели, есть, читают. Ну да. Я даже сейчас на вашей базе есть. Да. Да, ну не должник ничего. Барнянск когда-то давным-давно брал книгу и отдал. Можете посмотреть реально, если хотите, есть, есть. Ну если давно-давно, если не должник, как фамилия? Журавель. Ага. Давным-давно брал книгу, ничего не должен. Ну это может 2013 год. У меня не было телефона, я помню, что-то там случилось, мне было скучно на работе. Я к вам пришел. Взять мы зайдем. Спасибо вам большое за маленькую экскурсию. Все, до свидания тогда. Видите, как очень хорошее заведение. Я рад, что в нашем городе можно прийти и взять книгу почитать. Или просто посидеть в читальном зале, расслабиться, пообщаться с работниками библиотеки. А теперь мы зайдем сами в детскую библиотеку, узнаем, что там происходит. В воле случая детская библиотека находится буквально в 5 метрах, ну 10 метрах от взрослой библиотеки. Что происходит в детской библиотеке, вы сейчас увидите. Я был когда-то и этим членом, членом этой библиотеки. Было дело. Вот график работы, можете посмотреть. Друзья, видите, что выходные дни суббота. Вот, к сожалению, я не смогу вам показать, что происходит в детской библиотеке. Потому что в данный момент, как вы видите, здесь выходной день. Сегодня суббота. Но буду проходить мимо когда-нибудь. Может быть зайду, заскочу. Но, скорее всего, нет. Потому что это уже будет другой контент. Смотрите, еще одно замечательное место, где можно провести время не бухая. Это вот этот комплекс спортивный. Он, я думаю, сделал ни одного спортсмена в нашем городе уже. Сделал в каком смысле? Не в смысле победил, а в смысле вывел его в свет. Давайте сходим, посмотрим, как выглядит комплекс внутри. Вот так выглядит, кстати, парк Щепкино. Мы сегодня были в музее. Вам рассказывали про этого замечательного человека. И вот так выглядит парк. Я застал в своем детстве парк, ну, как бы вам сказать, более другим, совершенно другим парком. Здесь не было вот этой конструкции. Здесь вообще этого ничего не было. Здесь было все полностью по-другому. Было два фонтана перед этим Щепкиным. Да, была огромная арка. Здесь были более высокие деревья, было более затемнено. И более такая была атмосфера романтичная, если честно. Возле спортивного комплекса какой-то спортсмен или не спортсмен тянет папироску. Хотя, я думаю, это такое себе место для папироски. Сейчас мы с вами поднимемся. Когда играют в соревнования, зрители запрещены. Как говорят, зрители запрещены? Я не понимаю, что это значит? Вы слышали, что у нас такая зараза? Я из маски вообще двигаюсь. Ну, я только спустил. Ну, зрители запрещены. Распоряжение губернатора при проведении соревнований, зрители запрещены. Хорошо, я понял, понял. Или снимать их запрещено? Что запрещено? Или находиться? Находиться с зрителем запрещено. Штраф до трехсот тысяч. Ага, это хорошо. Еще видите, какие есть небольшие изменения в нашем городе, которые вот мне сейчас бросаются в глаза? Это вот этот забор. Его сделали, видите, каким? Был другой забор. Полностью другой. Более старинный. И вообще поменяли полностью, видите, все заборы вот тут. И поставили вот такой интересный монумент под названием «Я люблю школу номер один». Как вы думаете, где-то еще в городе есть такие монументы с такими же признаниями любви к учреждению школьному? Еще было бы неплохо зайти в дом пионеров. Я думаю, в доме пионеров, может быть, есть тоже какие-нибудь развлечения для взрослых, но я не уверен, которые хотят провести время с интересом и подальше от зеленого змея. Ну, видите, мы бы зашли с вами сегодня в это замечательное место, но нет, оно не закрыто. Это я чуть-чуть вас не обманул, оно открыто. Но работает ли сам дом пионеров? Я помню, в детстве очень много посещал всяких кружков и был счастлив находиться в этом месте. В связи ведется национальные проекты. Сейчас мы с вами зайдем внутрь. Давай. О, ну прикольно. Вот так выглядит детский центр творчества. Да. Никому, просто прогуливаемся по вашему городу. А когда открываю? А здесь есть какие-то, допустим, кружки или, ну как бы, время прохождения? Человек. Есть здесь какие-то кружки или какие-то места для взрослых людей или здесь только для детей? Только детские. Я понял. Большое спасибо. Дом культуры. Я понял. Большое спасибо. До свидания. Пойдем в дом культуры, кстати. Дом. Там, выше. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Культуры. Мы вчера заходили в Дом пионеров и нам сказали, что развлечения для взрослых людей, кружки и всяческие другие движухи находятся вот по этому адресу, в Тобе культуры. Давайте зайдем, узнаем, как можно скоротать время в этом месте, как оно поможет нам не уподобляться алкогольным напитком. Ход строго в масках, как обычно. Видите, друзья, как я и подтверждал свои догадки, что в суд же можно только в выходные дни сходить в кинотеатр, в музей и все. А дальше вам придется, друзья, бухать. Больше тут делать нечего. Ну, сходишь ты раз в кинотеатр, сходишь ты на следующей неделе, сходишь в кинотеатр, потом не будут завозить фильмы, и что делать. Ну, не завозить, будут завозить, но не то, что тебе интересно. А тут некуда больше сходить, вот в этом-то и загвоздка. Вот, мы пришли, воскресенье, ни хера не работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, как подпиляли, не знаю, хорошо ли это или плохо, просто посмотрите, как изменилось, получается, место возле рынка, где мост. Видите, выпилили абсолютно все деревья полностью с той стороны, вот тоже. Мы сейчас туда перейдем, вам покажем. И, я не знаю, может, они рассчитывали на то, что вода как бы перестанет питать деревья, и воды будет больше, река разольется. Я не знаю, правда, но я думаю, ну, как бы сейчас я вижу, что река намного шире. Может, из-за того, что деревья, окутывающие ее по бокам, больше не окутывают, и вид просто изменился. И мое подсознание говорит, что стало шире русла. Ну, как видите, оно как было вроде заболоченное, такое же заболоченное и осталось. Но посмотрим, как это будет летом. Если летом будет как в том году, то никаких перемен, получается, нет. А я помню, в моем детстве здесь была настолько глубокая река и настолько довольно крупным, большим течением, что ее перейти было невозможно. И здесь стояли такие железные штуки, я не знаю, есть их или нет. И до них было невозможно дотянуться, до воды нельзя было дотянуться ногой даже. Может, это все было из-за того, что я был маленький, кто знает. Ладно, пойдем на ту сторону, перейдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В Харьковском рынке Барбашова, там идешь и везде запах китайских тряпок этих. Я не говорю, что здесь китайские тряпки, но я почему-то подозреваю, да. Видите, какие здесь есть великолепные компании? ДимаTorzok 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 Вот так они хотят выглядеть, я думаю, чтобы были в курсе. И я уверен, что каждая тряпочка здесь стоит нормальных денег. И проще, повторюсь вам, реально сорваться куда-то в тот же город побольше, в нормальный секонд. Или сток. А вот видите, сток одежды. И смотрите, насколько она популярна. Что все разобрали полностью, нет ничего здесь. Да я шучу, на самом деле, вряд ли здесь что-то разобрали, просто бизнес у человека кончился. Вот так выглядит вот наш торговый комплекс Суджанский. Время, повторюсь, еще очень рано, но уже ничего не работает. Суббота. Мы еще хотели бы прийти на рынок в воскресенье. В воскресенье прийти и увидеть, что же здесь происходит. Блин, ну все. Так, знаете, чисто миленько, неплохо по-суджанским максимальным размахом, я думаю, здесь. Ну, пойдет. В принципе... Ну, не знаю, я бы, наверное, реально воздержался бы от покупок вещей и в городе Суджо, потому что... Ну, будешь ходить с суджанами полностью одинаково одет. Так, мы здесь уже везде. Туда, да, туда, выходим, туда. Туда подошли? А, кофе. Ну, я тебе купил сегодня кинотеатр билет, покупай мне кофе. Все честно. Полина, мне будет кофе сейчас покупать. И недорого, смотрите, 30 рублей. Очень даже дешево. Хороший автомат, дешево, стоит. М-м-м-м, цацки. Какие цацки. Куча цацок. Че там? Кредит, что ты здесь стоишь? М-м-м. Отдай. Друзья, очень рекомендую. 35 рублей, а вкус похож на вкус из Макдональдса. Вы же видели, да, сколько мы распили кофе в разных забегаловках, недорогое. И это кофе примерно в одном уровне находится с теми забегаловками, которые мы были. Советую. Очень советую. А ты? Да, сходите. Особенно ирландский, да, заходят? Да. Ну что, пойдем теперь, будем маме покупать? Здравствуйте. Будем маме кофе покупать? Это заправка, да. Ну, там, надо ехать и все там было. Не хватит. Да выглянем такси, да. Хочешь, где там? Хочешь, где там считаешь нужным, там и останавливайся. Где считаешь нужным, там и останавливайся. Ты куда заезжать? Будем хорошо. Ну да, наверное. Может, не приехали со стороны на него посмотреть? Вон, закрыта все. Так он, в 89-м году еще был заложен первый камень. Я сегодня прочитал в интернете. Почему-то... А почему, что тогда? А, нет, священник освещал что-то. Ну, может быть. Тогда мы приезжали. И как нам узнать, когда это все работает? Можно залезть. Друзья, вот так выглядит комплекс этот, ледовая арена. Ну, почему-то ни одного указателя, когда, что, почему, как сюда пробраться. Похоже на какой-то супер-хупер охраняемый армейский объект, но они как что-то для детей. Что это за такой прямой забор? Для кого? От кого? Что тут собрались вы охранять? Как я туда попаду? Какое расписание? Где его посмотреть? В интернете я пытался посмотреть, найти хоть одно упоминание о вашем ледовом дворце. Ни единого упоминания нет. Есть только о том, сколько вы строите его. С 89-го года, насколько я понял. Ну и как я сюда зайду? Короче, начальная и самая идея главная этого видео была на том, о том, чтобы вы могли увидеть места, где можно в субботу хорошенечко провести время, не бухая. Сегодня суббота и Суджане. И мне кажется, я понимаю, почему вы бухаете. Потому что ничего в этой городе нельзя. Все закрыто. Всякие комплексы. Туда не заходи, там не стой. Иди, короче, бухай в прохладу. Самый твой будет кайф, Суджане. Понял? Вот такое твое времяпрепровождение. В городе закончились абсолютно все места, куда можно было бы сходить, культурно провести время. И мы решили, что самое время приехать на станцию. Станцию в город Суджа. И посмотреть, как же люди коротают, проводят время в этой замечательной локации. Городская локация. Давайте. Может, знаете, что добавляет грусти? Пасмурное небо и немного луж под ногами. Ну, в Москве, вы, если видели мое видео из Москвы, там вообще отвратительная была погода. Было холодно, мерзко и противно. Ну, нам было неплохо. Вот мы приехали на станцию. Первый наш интерес был в том, чтобы увидеть, как здесь можно провести время, не бухая. Ну, посмотрим вокруг. Видите, всякие пивнухи вокруг, кафешки. Какое-то здание снесли, да. Ну, да. Давайте сходим. Я настолько не знаю, где тут все здание. Это вообще очень толку, конечно. Давайте дойдем до вокзала. Я вот помню этот вокзал саджанский. Он довольно милый. Внутри были неплохие убранства из плитки. И там была дата 1800 какой-то год, 9-й город Харьков. Довольно мило. Вот, друзья, вот так выглядит саджанский вокзал. Вам на оценку. Вот так вот. Видите, машины, движуха небольшая. В принципе, ничего такого. И, как вы видите, здесь есть замечательный памятник Ленину, да. У нас в городе, видите, вокруг много Ленинов. Да, зайдем. Да, зайдем, мы дойдем, спират, перрон зайдем. Делаем какие-то булки, запушки. Кстати, прикольно. Да, зайдем, мы идем. Ну, идти туда, я пойду спират, запишу перрон. Да, да, так вот идем. Уезжали мы в Харьков. Маленьким тобой еще когда-то на поезде. Боже, сколько тут было поездок. Ну, такой себе вокзал на вид, если честно. Видите, весь такой пошкрябанный. Очень вкусный букет, пирожки. Опять копеек были. Вареные, в поле. Я вот не пойму, директор, ты чем, чем думаешь? Это что это вообще такое у тебя? Как ты к этому дошел, пришел? Как ты пришел, директор? Скажи мне к такому декору. Тебе не выделяют денег, либо директор, или что происходит? Почему у нас такой в суд же засратый, отвратительный на вид вокзал? И перрон. Что это вообще за перрон? А, я в принципе понимаю, что происходит. Знаете, что происходит? Знаете, почему здесь такой засратый, отвратительный перрон и вокзал? Потому что никто не пользуется же этим всем. Ведь у нас на вокзал-то не работает. Здесь не ходят поезда. Здесь ничего не происходит. Ну, вообще. Давайте зайдем. Обойдем его с этой стороны. И глянем. Смотрите, есть какой-то эко-клуб у них. Тут интересно, видите, конструкция. Интересно, что она, ну, как бы, несла, какой смысл, какую цель. А что это за конструкция? Как думаете, какую она цель несет? Это было очень модно. В 60-е годы, наверное, или в 50-е будут такие античного плана делать шутки. Так, здесь какие-то были, кстати, валерьевы, были клумбы там. Клумба была, вазон стоял с цветами. Клубери, да? Это как вот под ищепки. Вот, да? Клубочки были. Да, нет, это старинное вокзало вообще. Там было написано, какого года, кстати. А, год содрали. Видели, его нету года. Да. Там был год записан. Ну, так, довольно мило. Довольно мило. Неплохо. Ну, пойдемте в вокзал зайдем сам. А вон в вокзале там, кто где-то. Почему? Нет, это закрыто стоит. Ты на курок не наступишь, что? Нет, не должен. Ты на курок не наступишь, что ты на курок не наступишь. Да уж, ребятки. Это деградация лютейшая вообще. Засрато все. Отвратительно. Слушай, я... Вот так выглядит. Кииса. Я понимаю. Красивый кот. О-о-о-о. Тут даже есть кошачий туалет. Видите, Суджане. Как вам кошачий туалет на вокзале? А я хотел сюда прийти показать вам плитку, но... Видите, да? Пришлось показать вам кошачий туалет вместо плитки. В общем, вокзал, конечно, выглядит очень так отталкивающе, суджанский. Никаким ремонтом, никаким благополучием или чем-то таким радующим. Мое сознание здесь и не пахнет. Здесь ходит кот, который срет вот в тот угол. И, в принципе, здесь больше ничего такого и нет, конечно. Отвратительное место. Не советую сюда даже заходить. Я там шкварил московский вокзал, но... Он вообще отвратительный. А, вот видите, я вам хотел показать вот эту вот плиточку. Вот она. Видите? Здесь есть написано, кто сделал эту замечательную плитку. Видите, написано Бергенгейм какой-то и город Харьков, между прочим. Харьковский завод делал плитку. Хорошо, что никто ее не накрыл вот этим стулом. Это клеймо. Вот это клеймо. Вон клеймо, это я про него рассказывал. Короче, Суджанский вокзал, это просто пиз... Просто, ну, слов нет никаких. Отвратительно. Цвет такой еще, поноса. Так, смотрите. Все, что я вижу из таких интересных мест в городе Суджа на автостанции, это встреча. И вот такие, видите, у нас есть музыканты, которые слушают отвратительную музыку и пытаются ее донести в ваши уши. Но мы будем сейчас что-нибудь идти говорить, чтобы вы не слышали даже приближенно этих отвратительных звуков. Я прикрою с одной стороны микрофон, чтобы максимально лишить ваши уши. Ну, пойдем, да. Мы сейчас зайдем еще в буфет Суджанский. Здесь есть какой-то буфет Суджанский, который якобы очень крут и вкусен. Мне кажется, здесь обычные продаются горелые пончики, пирожки и прочая хрень. Ну, такие дела. Музыка. Здравствуйте. Это Суджи. Вообще ничего не приняла. Что? Я тут не раз не была. Мне что тут не раз не было? Вообще ничего вообще не Суджи, где я там нахожусь. Я приняла, вот, рынок, работа, дом. Ну, вы максимум. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Руки Сида. Это вот Митрина, а если вообще не там. Здесь, короче. Теперь можно узнать, это деление. Да. Видите, ребята, не получается бухать. Не бухать. Не получается не бухать в Суджи. Смотрите. А он там чипс посетит. Пойдем. Сколько тебе не нравится? Вот там. Все не нравится в тебе. Все. А вот она еда. Это еда развеска. А еда, это вы делаете или напротив? Мы. Вы, да? Здравствуйте. Здравствуйте. У нас своя кухня, все свое. Это какое у вас заведение? От кого это вы заведение? Андрей Кусев, Тайстер Кусев. Я поняла. Ну, все салют. Когда-либо люди все прибыли. Пожелать вам доброго здравия. Спасибо. А сколько, скажите, пожалуйста, стоит у вас примерно комплексный обед? Чтобы я съел первое, второе, какую-нибудь котлету и чай? А если мы соберем? Мы так не первые подают. Первого нету, да? Все, все, все. Я понял. Большое спасибо. У вас можно прийти только покушать. Закусить. Закусить, да? Правильные слова. Закусить. Рыба хорошая какая. Рыба хорошая, да. Ладно. Всего хорошего. Пойдем дальше. Мы пойдем искать комплексный обед. Ну, знаете, честно, это место красивее, чем автовокзал. И лучше намного. Автовокзал, конечно, вообще мерзкий. Ни в коем случае туда не заходить. А сейчас мы с вами потихонечку проследуем по направлению кафе-встречи. И узнаем, сколько же стоит поесть там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вот это уже, ну, более интересный вариант, да? Ну, как не работает, а это что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это же вот запуске, как там, а кухня, все, наверное, вот, в дырок. Идем, в дырок. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, да, а сами дадут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем. И все нравится. Нравится тебе, да? Ну, почему? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что-то, конечно, не запретили, не допустим, поедали. Или быть студентом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я думаю, да. Вот так выглядит кафе-встреча. Мы не успели, конечно, здесь с комплексным обедом, но ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала употреблюсь, что я употреблюсь. Руки можно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, не только в городе в центре есть детская площадка. Еще детская площадка довольно неплохая есть на станции. Ну, немножечко меньше, но, я думаю, детям, живущим напротив. В этом, допустим, доме им просто раздолье. И не только детям, да и людям, живущим в этом доме тоже раздолье неплохое, потому что у них есть вот такой замечательный парк, куда можно прийти со своими детьми, съесть на лавочке, допустим, вот на этой, а то у ребенка будет прекрасно развиваться, развлекаться вот на этих качелях-каруселях. Единственное, что плохого в жизни в этом доме, это то, что, как бы вам сказать, машин много ездит вокруг по этой дороге, шумно. Поэтому нужны максимально какие-то крутые стеклопакеты. Идем спросим у молодежи, когда поставили площадку. Ну, тебе надо. Интересно просто. Добрый вечер. Ну, как хорошо, да. В центре города примерно такая. Сильно. Да, единственный огромный недостаток в этом всем, что, видите, в центре города Суджа вместо песка лежит удобное резиновое покрытие. Здесь же лежит просто песок, который размыло водой, и я, допустим, туда наступать не хочу. Ну, хотите, вот наступлю. Ну, в принципе, довольно... Но все равно ноги проваливаются. Может, они рассчитывали, что детские ноги не будут проваливаться. А мои только... В принципе, можно прийти поиграть, я думаю, с ребенком. Только нужно следить, чтобы он ноги раньше времени не намочил и было довольно ему сухо. Потому что, ну, как видите, да, подход не сильно продуман. Может, они потом постелят некое покрытие. Но пока они этого не сделали. Мм, фак. Ну, давайте пройдем по парку, да, посмотрим, что здесь вообще происходит в этом парке. Постамент. Пойдешь, я право стояла. Я сначала не понимала, где у нас сужие, суживаются люди. Это здесь, оказывается. Ну, это формовки, наверное, грубо говоря. Это не шляпная работа. Это не шляпная работа? Мне кажется, это формовки, статуи, как вот сзади тебя, башмаки. У тебя же такие самые, посмотри, башмаки в парке твоем стоят. Ну, башмаки-то стоят, бабки такой нет. Ну, бабки нету, ну, видимо, не выделили. Ну, я вряд ли думаю, это ручная работа. Ну, я не разбираюсь, я не понимаю. Может быть, и ручная. Не знаю. Хорошо, что не разрушили ничего еще. Ну, да, хотя бы, да. Ну, это вот симпатичная такая штука стоит. Да, я просто вышиваю. Пойдемте дальше, пройдем, да? Ну, да. Придем, придем, подпишись. Мотиватор на здоровый раз в жизни. Этот парк еще кто-то не видела. Тобака воды хочет тянти. А что ты ждешь? Пытаюсь. Пытаюсь. Ты такая пепелька. Прикольно, не поймешь, что это такое вообще? А-а-а-а. Не знаю. Это мазон для чего-то? Для цветов. Ну, вообще, должен быть фонтан. Ну, так пойдем. Ничего не было, да? Угу. Да. А вот фонарики, наверное, поукручивали, походу, да? Лампочки. А там, посему, лампочка есть, а там нет. Уже нигде. Смотрите. Плохо, мы поскручивали. Люди добрые. А, может, побили. А, может быть, и побили. Вот оно. Там, признанно, кто-то билет. Кроме того, да? 600, что ли, тебе там дадут? Угу. Оказывается, в 64-м. Боже мой. Ух ты, что-то не делает. Добрый вечер. Крусалка. Ребята, прошу. Крусалка. О, боже мой. Крусалка. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, вам реально грустно, скучно и одиноко здесь нечего делать? В выходные дни, суд же, нечего делать? Задумайтесь, что здесь еще делать, кроме как не пойти и отравиться водкой? Ваше здоровье!